Как поднять ферритин, когда гемоглобин и железо в норме? Слабость, головные боли, головокружение, одышка, сердцебиение, зябкость, бледность кожи и шум в ушах. Вот это все признаки дефицита железа. Бывало такое, что у вас все это есть, а анализы в норме. Ко мне, кстати, регулярно приходят на прием девушки, женщины, которым врач сказал, у вас все нормально, просто больше гуляйте, отдыхайте, высыпайтесь. Но, к сожалению, это и мне помогает. Я Диляра Лебедева, интегративный эндокринолог, гастроэнтеролог, нутрициолог. И сегодня мы говорим про скрытый дефицит железа. Почему процент насыщения трансферина важнее ферритина и чем это все лечить? Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. При скрытом дефиците железа будут точно такие же жалобы, но гемоглобинные эритроциты всегда в норме. Тогда на помощь приходит такой показатель, как ферритин. Ферритин – это железосодержащий белок, который является как бы резервом железа в организме. Железо высвобождается из него по мере необходимости. Истощение этого ресурса, этого резерва, приводит к появлению симптомов дефицита. Но при этом изменений в общем анализе крови пока нет. Уровень ферритина ниже 20 нг на миллилитр считается критическим и требует вмешательств. Это все равно, что ездить на машине с мигающим датчиком топлива. Никогда не знаешь, когда случится поломка. И лучше, конечно, заблаговременно долить бензин. Какой оптимальный уровень ферритина? Этот, конечно, вопрос непростой, поскольку к единому мнению врачи так и не пришли. Есть мнение, что цифра должна соответствовать весу пациента. Есть мнение, что уровень должен стремиться где-то примерно к сотне. А есть те, кто и 25 считаются нормой. И тут на помощь приходит другой показатель. Такой показатель, как процент насыщения трансферина. Этот показатель насыщаемой способности сыворотки. То есть сколько сыворотка может захватить железо. У здорового человека он равен 30-40%. Показатель ниже 25% абсолютно точно указывает, что у вас есть дефицит железа. Поэтому, если у вас относительно нормальный ферритин, и вы сомневаетесь, нужно ли его поднимать препаратами, нужно сдать процент насыщения трансферина. И если он ниже 25%, то принимать меры нужно обязательно. Как компенсировать скрытый дефицит железа? Первым делом изменить питание, увеличив в рационе продукты, богатые железом. А это у нас субпродукты и красное мясо. Во-вторых, обследовать и устранить проблемы в ЖКТ, чтобы усвоение было просто максимальным. И в-третьих, можем использовать препараты. Препараты могут быть для приема внутрь и в виде укола. Когда дефицит не сильно выражен, можно обойтись таблетками, которые нужно принимать минимум 3-4 месяца, чтобы увидеть эффект. Вот так вот долго. Но когда я вижу ферритин ниже 20%, то я, как доктор, стараюсь назначать все-таки капельницы, чтобы быстро улучшить самочувствие пациента и избежать побочных эффектов со стороны ЖКТ при длительном приеме. В своей практике я использую ферринжек, лихфер, либо венофер. Контроль ферритина и процент насыщения трансферина мы делаем через месяц после последней капельницы. Дальше, если требуется, перевод на поддерживающую терапию. Это либо препараты, либо, возможно, капать еще несколько капельниц. Дефицит железа – это не единственная проблема у женщин, да и мужчин, собственно, тоже. Но хотя реже. Поэтому рекомендую делать ежегодный чекап, чтобы вовремя видеть неполадки и их исправлять. И поэтому я подготовила для вас списки обследований как для мужчин, так и для женщин разных возрастов, которые скачать можно ниже под этим видео прямо в описании.